здравствуйте друзья доброе утро сегодня четверг а завтра в пятницу где-нибудь там может быть часа три-четыре у меня будет в скайпе интервью с и со светланой каф иммиграционным адвокатом она часто у нас на канале бывает и светлана расскажет о визе грин карте для талантливых людей экстраординарных как называется экстраординари обилитесь это примерно так вот считается что в любом деле скажем полтора-два процента людей которые там наверху наиболее способны и успешны и так далее вот они для них это green card то есть виза о где вы можете приехать на работу потому что вы примерно таких же вот качеств но это позволяет работать на конкретного работодателя а можно сразу green карту делать это занимает некоторое время и вот об этом будет рассказывать светлана она последнее время очень сильно как в этом стала специализироваться и она может быть подороже стоит но никуда ехать не надо там дать как с политическим убежищем там визы получать непонятно как там находиться какое-то время в нелегалке и так далее тогда это все ужасно сложно и не надо так замучиваться как вот с там рабочей визой когда ну в общем тоже там заморочек миллион а здесь ты въезжаешь страна у тебя green card на всю семью как бы совершенно другой разговор и когда вы последний раз со светланой беседовали и время назначали такой интересный тезис был который меня как-то так заинтересовал неожиданный но это вот то что в ее практике обнаружилось и она так поделилась получается такая история вот есть люди которые хотели бы например приехать по визе там инвестора знаете да там можно или миллион положить там куда-то или в некоторых местах даже до полумиллиона и сейчас кстати власти наши говорят что надо вообще эту ободрать эту программу что там ерунда какая-то очень чет не то вот что как-то злоупотребление какие-то сильно вот в этой сфере поэтому очень нужно все прекращать но или не прекращать а так скажем сильно зажать хотя в принципе абсолютно любое направление иммиграции они хотят сильно зажать тут у них в этом смысле они абсолютно всеядные и вот что говорит светлана что вот из человека допустим у него нету 500 тысяч у него может быть даже и и и и и 150 нет ну сколько то у него есть ну я не знаю там может быть у него есть 50 и этого может оказаться достаточным чтобы решить вопрос через визу для одаренных людей вы можете сказать а если у него есть 50 тысяч это не значит что он одаренный я я напомню вам вот анекдотец про то как подходит мужик к кассе там железнодорожные играет вот это никого не знать сюда очередь а тут пусто подходит не код билет его год это касса вот ведь написано для участников куликовской битвы он в это как где же они это же давно было и женщина будет послушайте какое мое дело приходит люди так показывают удостоверение участника куликовской битвы соответственно я его отпускаю чем не голуба ручь так вот я к чему говорю что есть участники куликовской битвы а есть люди с удостоверением я его это гортестковое такое изложение но в принципе я что хочу сказать что есть люди которые очевидно очевидно попадают в какую-то категорию и остается просто какие но в эту категорию и там на там бумажки подсобрать как бы там все понятно и в общем принято говорит но там лауреат нобелевской премии это понятно для этого не нужно быть лауреатом нобелевской премии и там вот кандидат наук публикации выступления международных конференциях ну в общем то более менее уже там все но ну тоже надо собрать и и в общем то не очевидно может быть он уже там 20 лет не публиковался вот так вот это вопрос упаковки поэтому вот как как подать человека как как вот это сделать я я не разбираюсь в этой технологии и как бы далек от этого сам но во всяком случае это интересный был такой оборот то есть вот когда начинаешь присматриваться там к этому всему а почему люди начинают присматриваться потому что тут зажали там зажали здесь зажали и оказывается что вот есть какие то еще направления почему я рассказываю будет разговор у нас сегодня и завтра я извиняюсь завтра это не получится сделать прямым эфиром поэтому мы можем задавать вопросы вы можете задавать вопросы в комментариях к этому видео и я тогда уже эти вопросы там передам передам светлане а так в прямом эфире у нас не получится вот собственно и все счастливо